Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Хочу сегодня рассказать о долгожданной ночи, которую мусульмане всего мира с нетерпением и с трепетом ожидают, о той великой ночи, по поводу которой Всевышний не спаслал отдельную суру, о ночи Кадр, которая известна всем нам ночью Ля-Ля-Туль-Кадр. Начнем с названия этой ночи. Слово Кадр имеет много значений. Одно из его значений — величие, ночь величия. Ибо эта ночь обрела великое достоинство и величие благодаря очень важному, величайшему событию — неспосланию священного Ур'ана. Также она обретает свое величие, потому что величие Господа проявляется этой ночью. Также слово Кадр означает достоинство, ибо уверовавшие рабы во Всевышнего Аллаха обретают этой ночью особенное достоинство после смытия их грехов, после прощения их грехов Всевышним Аллахом. Также слово Кадр означает предопределение, так как этой ночью происходит раскрытие всех предопределений Всевышнего Аллаха на последующий год своим ангелам. Сколько бы значений слово Кадр не имело, все эти значения и все эти смыслы применимы к этой ночи, ибо эта ночь обладает величайшими достоинствами, о которых Всевышний Аллах в суре Аль-Кадр приводит. В этой суре Всевышний Аллах указывает на три очень важные достоинства этой ночи. И нам будет достаточно узнать лишь об этих достоинствах. Хотя у этой ночи есть не только эти достоинства, достоинства этой ночи многочисленны и бесчисленны. Степень этой ночи таинственна, ее знает только Всевышний Аллах. Эта ночь — дар Всевышнего Аллаха своим рабам, в которой Всевышний Аллах, зная нашу слабость и беспечность, нашу нужду в нем дарует своим рабам дни, ночи, месяца, в которых Всевышний Аллах говорит своим рабам, «Так вот, вот вам моя щедрость, вот мое милосердие, воспользуйтесь этими днями, этими ночами». Ночь, кадр — это самое лучшее из ночей. Всевышний Аллах в Священном Куране сказал, «Ауфа билляхи минаш шейтанир-раджиим» в начале этой суры «Инна анзалнаху фи лейлятил кадр» «Я неспослал Священный Куран свою книгу в ночь кадра». О каком ниспослании конкретно идет речь в этом аяте? Ведь нам известно, что Коран не был ниспослан Всевышним Аллахом одним разом в течение одной ночи. Ведь в истории пророка Мухаммада, нам известно, что Коран ниспосылался к нему в течение 23 лет его призыва своей умы, своей общины в ислам, что аяты Священного Курана ниспосылались в зависимости от тех или иных событий и случаев из жизни нашего посланника Аллаха. Некоторые аяты были ниспосланы как ответ Всевышнего Аллаха на некоторые вопросы, задаваемые нашему посланнику, мир ему и благословения. Речь идет в этом аяте о первом низведении Священного Курана. Всевышний Аллах этой ночью низвел Священный Куран из хранимых скрижалей до небес этого Дуния. И это можно считать первым ниспосланием Священного Курана. И далее Джибриль, алейхиссалям, посылал, диктовал нашему посланнику мир ему и благословения в течение остального всего периода. И это самое величайшее достоинство этой ночи. То, что Всевышний Аллах низвел, низпослал, Священный Куран именно этой ночью. И далее Всевышний Аллах, обращаясь к Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассаляма, говорит «Откуда же тебе знать, что это за ночь?» Данный вопрос — это риторический прием арабского языка, который подчеркивает особую значимость чего-либо. И Всевышний Аллах таким образом подчеркивает таким вопросом к Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассаляма, подчеркивает величие этой ночи. Потому что чем эта ночь обретает свое величие? Эта ночь обретает свое истинное величие благодаря самому главному событию для всего человечества, низпосланию Священного Курана. И давайте из этого сделаем для себя вывод. Если Всевышний Аллах так возвысил ночь, которую он избрал для низведения Священного Курана, какова же степень самого Священного Курана? Той книге, которая лежит у каждого у нас на книжных полках, а порою он в пыли. Придаем ли мы должное значение Священному Курану? Изучаем ли мы его? Если Всевышний Аллах в Священном Куране, в Суре Аль-Кадр говорит Ночь Кадра лучше тысячу месяцев. Одна ночь обретает достоинство, степень тысячи месяцев. То есть любое деяние, благое деяние, благой поступок, твоя доброта, твое поклонение Всевышнему Аллаху, поминание Всевышнего Аллаха, чтение хотя бы одной буквы Священного Курана, это деяние будет сравнимо с деяниями, которых ты непрерывно совершаешь тысячу месяцев. О следующем достоинстве этой ночи Всевышний Аллах далее говорит Нисходят в эту ночь ангелы и дух, то есть Джибрил, алейхиссалям, нисходят с дозволения их Господа по всем его велениям, говорит Аллах, аз-за-ваджалля. То есть в этой ночи Всевышний Аллах раскрывает все то, что им предопределено для своих рабов на последующий год с этого Рамадана до следующего Рамадана. Их мера, их мирского удела, срок их жизни и все остальное до мельчайших событий, которые произойдут в течение последующего года. Это все Всевышний Аллах раскрывает своим ангелам и поручает им воплощение всего этого в жизнь. И ангелы этой ночью, их количество, самое большое количество ангелов снисходит именно этой ночью. И эти ангелы распространяются среди рабов Аллаха. Тут же берутся за то, что Всевышний Аллах им поручил. И далее Всевышний Аллах говорит о следующем великом достоинстве этой ночи саляму хия хатта ма тла иль фаджр. Вся эта ночь она благополучна до самого рассвета, говорит Аллах. В сведениях от пророка саллиллаху алейхи вассаляма приводится, что все эти ангелы распространяются, то есть особая категория ангелов распространяется по земле и приветствуют салямом каждого раба, которого они застают за поклонением Всевышнему Аллаху. Об этой ночи Всевышний Аллах сказал не только в этой суре, не только в суре Аль-Кадр. Из особых достоинств этой ночи является то, что эта ночь самая наиблагословенная из ночей. Ибо в другой суре Всевышний Аллах говорит Ауду билляхи минашшайтанирраджим Инна анзальнаху фи лейлятим мубарака Я не звел Священный Кур'ан в благословенную ночь, говорит Всевышний Аллах. Она благословенна тем, что Всевышний Аллах дарует прощение своим рабам, которые обращаются ко Всевышнему Аллаху этой ночью с мольбами, которые проводят эту ночь в поклонении Всевышнему Аллаху в молитвах, в чтении Священного Кур'ана. Теперь возникает вопрос, когда же эта ночь наступает? Безусловно, согласно аятам Священного Кур'ана эта ночь приходится на месяц Рамадан. Но посланник Аллаха салли Аллаху алейхи и многочисленные хадисы, которые говорят об этой ночи разнятся в своих сведениях. Есть хадисы, которые говорят, что это 21-я ночь. Есть хадисы, которые говорят, что это 27-я ночь Рамадана. Есть хадис, в котором посланник Аллаха салли Аллаху алейхи и саллим говорит «Тахаррау лейлят аль-кадри фил ашр ауахир и мин рамадана ищите». Стремитесь найти ночь кадра в последние декады месяца Рамадана. В чем же заключается смысл того, что нет конкретного хадиса, который говорит об одной отдельно взятой ночи, потому что посланник Аллаха салли Аллаху алейхи и саллим преднамеренно скрыл от умы конкретность данной ночи относительно того, какая это ночь и говорит о том, что эта ночь находится в последней декаде этого месяца и есть сведения и мнения ученых, что эта ночь меняется в нечетных числах каждый год. В чем же заключается такая мудрость? Заключается в том, чтобы мы не выбрали именно одну ночь и не поклонялись Всевышнему Аллаху только одну эту ночь, чтобы мы обращались с мольбами и поклонениями ко Всевышнему Аллаху весь месяц Рамадан и последнюю декаду особенно, ибо посланник Аллаха салли Аллаху алейхи и саллим согласно тому, что приводит Аиша радия Аллаху анха, говорит, что посланник Аллаха салли Аллаху алейхи и саллим потуже завязывал свой пояс и пробуждал по ночам в последнюю декаду месяца Рамадана пробуждал свою семью для того, чтобы совершать молитвы в эти ночи. Какие же поступки и какие дела лучше совершать этой ночью? Согласно Согласно тому, что посланник Аллаха салли Аллаху алейхи и саллим показал в своем поведении это иртикаф. Посланник Аллаха салли Аллаху алейхи и саллим всю последнюю декаду месяц Рамадан проводил в мечети в иртикафе. Что такое иртикаф? Это значит когда ты в каком-нибудь доме из домов Аллаха в какой-нибудь мечети остаешься отбросив от себя все мирские дела и заботы уединяешься со своим Господом в одном из домов Всевышнего Аллаха для того, чтобы провести там время с поминанием Всевышнего Аллаха с размышлениями с молитвами чтением Курана и так далее с намерением для того, чтобы я намереваюсь пребывать в этой мечети ради Всевышнего Аллаха это и называется иртикаф когда ты ради Всевышнего Аллаха удерживаешь себя в мечети другое что желательно совершать в эти ночи особенно в ночь ля-ля-тул-кадра это дуа просить у Всевышнего Аллаха ибо мольба ко Всевышнему Аллаху это одна из самых наипревосходящих видов поклонения Всевышнему Аллаху и из того что больше всего любит Всевышний Аллах Аллах любит когда его раб обращается с мольбами при том настойчиво и часто и когда Аиша радия Аллаху спросила у посланника Аллаха саллиллаху алейхи ва саллим что же ей лучше делать этой ночью посланник Аллаха саллиллаху алейхи ва саллим сказал ей Аллахумма инна ка афу ван тухиббу ла афу 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 о мой господь ты щедрый и прощающий ты любишь прощать прости меня то есть просить о прощении за свои грехи за грехи своих братьев за грехи своих родителей это то что посланник Аллаха саллиллаху алейхи ва саллим совершал этой ночью помимо других поклонений другое о котором посланник Аллаха саллиллаху алейхи ва саллим конкретно в хадисах говорит совершение ночных молитв чем больше ты их совершишь тем больше доля того благословения которую ты можешь получить этой ночью совершать по два рака'ата ночных молитв ибо посланник Аллаха саллиллаху алейхи ва саллим сказал ман кама лейла тал кадри иманан ухтисабан офера лаху ма тап дам мин дам би кто будет совершать ночные молитвы с верой во Всевышнего Аллаха и с надеждой на его награду будут прощены ему прежние из его грехов есть еще и такое сведение ведь люди различаются в размерах и формах поклонения Всевышнему Аллаху их очень много согласно сведениям ученых даже тот мусульманин который этой ночью будет участвовать в коллективном намазе в мечети ночную и утреннюю молитву он тоже будет зачислен в число тех кто выстаивал ночь в поклонении в молитвах перед Всевышним Аллахом в заключении хочу обратить внимание на следующее все ли мы можем получить иметь имеем шанс получить столь безмерную милость Всевышнего Аллаха милость ночи ляля туль-кадр нет конечно братья и сестры щедрость и милость Всевышнего Аллаха и его прощение мы можем получить только если мы не имеем каких-либо претензий обоснованных претензий со стороны рабов Всевышнего Аллаха если ты не возвращаешь долг если ты обидел своих родителей если ты продолжаешь пребывать в ссоре со своим братом по вере если ты не выплачиваешь закат из имущества ведь закат это твой долг если ты присвоил хотя бы на чуточку чужую землю но чляля туль кадр ты не получишь никакого шанса на прощение Всевышнего Аллаха и на его награду поэтому братья мои наша религия это и поклонение Всевышнему Аллаху и справедливые отношения между рабами и одного отдельно Всевышний Аллах одно не принимает без другого если мы хотим надеяться если мы хотим прощения Всевышнего Аллаха и приближения ко Всевышнему Аллаху то наша совесть в отношении рабов Всевышнего Аллаха должна быть чиста да простит нам Всевышний Аллах наши грехи и сделает нас из числа тех кому Всевышний Аллах дарует свою милость ночи ляйляту лька ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату